Дорогая Церковь, братья и сестры, приветствую всех вас! Я очень благодарен Богу за возможность быть сегодня среди вас. Обычно, вот в подобных служениях, как сегодня, постара не особо кому-то доверяют делиться словом на этом служении. А я имею такую честь. Порщен, слава Богу, пастор, спасибо, братья, спасибо. Пастор попросил немножко рассказать о том, чем мы занимаемся в Бресте. Приоритетное служение — это дети, это воскресная школа. У нас в Церкви 500 детей. Более 100 из которых, из семей, родители которых не являются членами Церкви. Они просто пришли к нам, послушали, чему учим мы своих детей. И сказали, нам понравилось, мы хотим, чтобы и наши дети слышали то же самое. Есть большая группа детей из неблагополучных семей. Это родители у проблемы, алкоголик или алкоголь или какие-то другие проблемы. Им не до детей. Эти дети у нас. Мы с ними беседуем. Мы с ними молимся. Мы их кормим. Они вырастают. И прилипляются к Господу. Есть большая группа детей с особенностями, то есть дети-инвалиды. Мы ездим по городу, привозим им их в молитвенный дом. Вместе с родителями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. И для этих детей одна программа. А для их родителей другая программа. Но цель одна и та же – благовестие. И воскресная школа пополняется. Начали строить здания воскресной школы, потому что, ну, очень тесно, у нас не хватало помещений. Уже вот подняли стены второго этажа. Ну, а по-прежнему за все отвечает серебро. Как всегда. Но мы верим, что это Божье дело. Господь благословит, и мы когда-нибудь завершим это строение. Потом у нас работает центр реабилитации. И мужской, и женский. Есть очень хороший результат. Вот правый фланг нашего собрания – это сидят люди, которые в прошлом были в проблеме. Они сейчас в семьях. Они работают. Они восстановили свое имя. Их уважают. Они очень положительные люди. Они трудятся в центрах других, где-то помогают в служении, в труде. И если говорить о благовестии, то они самые легкие на подъем. Я очень благодарен Богу за них. Очень много внимания уделяем работе с бездомными. Их у нас очень много. На улицах кормим. С гитарой поем. И опять же, благовестия. Посещаем наркологию. Там всегда много народа. Часть людей ездит по тюрмам проповедовать. И я все время молюсь Господи. Может быть, что-то есть еще, чего мы не заметили, не видим. И ты ожидаешь, чтобы кто-то взял и вот эту работу стал совершать. Покажи нам ее, мы будем делать. Просто понимаем, что времени, наверное, уже немного осталось. И хочется успеть побольше сделать. Слава Богу. Я знаю, что мы с вами в руках одного отца, под одним знаменем. И для славы одного царя и одного царства трудимся. Поэтому давайте скажем слава Богу. Я хочу поделиться словом на тему, которая будет называться «Того ли осудили?» Где-то читал историю о том, что человек был в заключении лет 30. И только после этого ему сообщили, что тогда давно была допущена ошибка, и ты осужден несправедливо. А как возместить потерянные годы, время, шансы, возможности? И вот, читая Евангелие, мы находим повествование. В начале первого века нашей эры был один судебный процесс. Решалась судьба двоих сыновей. Один из них был уже арестован и осужден. И, возможно, ожидал времени своей казни. А другого только что арестовали. И его дело рассматривал Пилат. Кстати, в этом процессе принимало участие очень много людей. Они как-то были заинтересованы в исходе этого дела. Один из вот этих сыновей имел шанс выжить. Потому что к празднику Пасхи Пилат мог отпустить по желанию людей одного из узников. Что же это за сыновья? Первый сын это был Варавва. Его имя Бар-Авва. Бар означает сын Авва-отца. То есть он сын какого-то земного отца. Он был уже осужден и ожидал, может быть, наказания или исполнения приговора. А второй тоже сын. И тоже сын Отца. Но он сын Небесного Отца. И вот решалась их судьба. Кого коснить, а кого на свободу отпустить? Вина того была доказана. И все было справедливо. А вина второго там ничего нету. Жена передает Пилату, не делай никакого зла, я много пострадал этой ночью за него. А люди требуют именно его распни, а второго сына отпусти на свободу. Но, братья и сестры, мы-то понимаем, что решалась не столько судьба двоих сыновей, сколько решалась судьба человека и человечества. Если рассматривать через канон, через призму юриспруденции, то решение этого суда было несправедливым. Потому что виновного отпустили, а невиновного предали смерти. Но, братья и сестры, совершенно другое мы увидим, если посмотрим на произошедшее с высоты благой и совершенной воли Небесного Отца. Но если вы посмотрите с другой стороны, с Бога и Его предупреждения, совершенно разные вещи случились. Просто, если одна сторона был просто сын какого-то земного Отца, то другая сторона, такой скромный, такой простой, униженный, оплеванный, избитый, это самый великий, это Сын Небесного Отца, это Агнец, о котором Петр сказал, что он был предназначен еще прежде создания мира. Люди даже мысли не могли допустить, что вот перед ними такая величина. Что же происходило на самом деле? Исаии, 53 глава, 10 стих, мы читаем. Но Господу угодно было поразить его. И Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. Но Господу угодно было именно его поразить. То, что совершено Иисусом Христом, никем другим и не могло осуществиться. Другого пути для спасения грешного человека и человечества, кроме совершенного Иисусом Христом по воле Небесного Отца, не существует. Первое Коринфянам, 15-3, апостол Павел пишет, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, как? По Писанию. То есть, так было написано, так было определено Небесным Отцом. Библия учит, что Иисус Христос удовлетворил требования Бога по отношению к грешникам, ибо Божий закон требовал смерти грешникам. Возмездие за грех – смерть. Библия учитывает, что Христос удовлетворил смерти грешника для людей. И в Иезекииле 18-20 сказано «Душа согрешающая да умрет». И в Иезекииле это сказано «Душа согрешающая да умрет». Господь Иисус заплатил цену, в которой Сам не нуждался, но которая вменилась, то есть легла насчет других, насчет нас с вами. И давайте скажем «Слава Богу!» Никто другой не обладал таким авторитетом и такой возможностью, чтобы сделать столь великое дело. И Деяние 4.12 мы читаем «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это не одно из многих. Это единственное имя. Давайте вместе назовем его. Это имя Иисус Христос. Давайте воскликнем «Аллилуйя». Это имя Иисус Христос. Другого нету. Однажды был такой случай, когда один преподаватель преподавал в библейском учебном заведении. И студенты прибежали к пастору и говорят «Пастор, послушай». Мы впервые слышим такое учение. Вы учили, что путь на небо только один – это Иисус. А Он нас учил, что еще как минимум два-три имеются. Пастор говорит, нам таких учителей больше не надо, и путей нам больше не надо, других. Нам достаточно Иисуса Христа. Воскликнем «Аллилуйя». И Иоанна 14,6 мы читаем. И Иисус сказал ему, то есть Фоме, «Я есть путь, и истинна, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус сказал ему, «Я — the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me». Одна старая песня, там есть такие слова, «Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог». Некоторые важные мысли, на что я еще хочу обратить внимание. Первое – это «Только Бог мог решать, каким путем решить проблему наших грехов. Только Он, и никто другой». Второе – Тимофею 2,13 сказано. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Люди бывают изменчивы, непостоянны, а Бог всегда один и тот же. Второе – Иисус не только понес наши грехи, но Сам стал грехом, а это уже совершенно другой уровень. 2 Коринфянам 5,21 апостол Павел пишет. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Он стал греховной сутью за нас». Следующее, братья и сестры, это очень важная деталь. Иисус даже тогда, когда умирал распятым на кресте, да, мы много слышали о том, с каким трудом давался каждый очередной вздох, вдох и выдох. Насколько страшно было под палящими лучами палестинского солнца. Но послушайте его смерть. Это было его решение. Это было его согласие. Это было его выбором. Иоанна 10,17 Мы читаем. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Я отдаю ее. И Луки 23, 46 мы читаем. Иисус возгласив громким голосом сказал «Отче, в руки Твои предают Дух Мой». Иисия сказал «Испустил Дух». Это было действие его воли. Иисус кричит с громким голосом Он сказал «Потому в Твои руками я предупреждал мою Духу». Это Его Духа. Еще на одно хочу обратить внимание. Совершая жестокое распятие Иисуса Христа, люди тем самым подтвердили, что наказание за их грехи, которые переносит Иисус, Иисус соответствуют величине их греха и их вины. Настолько велика была тяжесть и ужас наших грехов невозможно было осознать. И вот это все понес на себе Иисус Христос. Давайте воскликнем Аллилуйя. И Ефесинам 2.8 апостол Павел пишет Ибо благодатью вы спасены через веру. Все они от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. А благодать это незаслуженная милость. Я такой случай помню. В кафе пришел мужчина выпить кофе. За соседним столиком папа с мальчиком тоже пьют кофе. И сынок спрашивает папа объясни мне что такое благодать? А папа сказал сынок я здесь не могу тебе объяснить на улицу пойдем там я тебе расскажу. И этот мужчина тоже поторопился чтобы вместе с ними выйти. И вот они приходят на улицу пошли турник и папа говорит сынишке прыгай и сынишка прыгает но допрыгнуть не может. И папа взял его приподнял и говорит держись. А потом говорит сынок давай подтягивайся. Пробует пробует и не может. Папа взял его поднял и говорит сынок это благодать. Сынок это благодать. Братья и сестры это возможность достичь то чего сам возможность иметь то чего сам по себе ты достичь не сможешь. Нужен он. Давайте скажем слава Богу за то что Бог явил нам свою благодать. И еще на одно обращаю внимание что спасение не происходит автоматически без участия воли человека. Это тоже решение. И мы читаем 1 Иоанна 5 13 сказано Сие написал я вам верующим во имя Сына Божья. Дабы вы знали что вы веруя в Сына Божия имеете жизнь вечную. Братья и сестры как вы думаете вот это обещание мы можем принимать на наш счет. Дабы вы знали что вы веруя это нам или нет. Конечно нам скажите аминь. что мы веруя Сына Сына Божья имеем жизнь вечную. И тот новый дом о котором читаем 14 глава Иоанна 1 стих. и новой город о котором читаем в Откровении. Это не для кого-то это для нас с вами давайте еще раз воскликнем Аллилуйя. пастор утром говорил мы приглашены да он всех зовет но нас особенно потому что наши имена уже в его книге записаны Аллилуйя. Вопрос братья и сестры представим что было бы с нами если бы на том земном суде приговорили ворову Барнабес будет быть жадж а Иисуса отпустили знаете что было бы с нами апостол Павел пишет мы были бы несчастнее всех человеков потому что не было бы совершено или принесено искупительная жертва не было бы пролита кров которая смывает грехи и вину всякого человека а после этого не было бы победного воскресения а потом не было бы вознесения его а после этого не было бы восхищения церкви братья и сестры какое счастье что на том суде приговорили Иисуса Христа и он стал моим и твоим Господом и Спасителем он умер и вместо Вараввы и за Варавву и вместо нас и за нас так скажите верно ли распяли или судили по юриспруденции земной неверно а по Божьей справедливости верно потому что мы спасены давайте встанем и поблагодарим Господа отец наш небесный аллилуйя аллилуйя Господь аллилуйя Господь слава тебе Создатель отец наш небесный мы благодарим тебя за то что ты полюбил свое творение отдал своего сына единородного на муки позор и на смерть аллилуйя Господь ты тоже любящий отец но смог совершить такой великий подвиг Иисус мы благодарим тебя за то что имея согласие с небесного отца когда был на небе совет кто пойдет для нас ты сказал я пойду исполнить волю твою отче пришел на землю ходил по земле проповедовал а затем поднялся на крест и умер аллилуйя и сегодня кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха мы восклицаем аллилуйя Господь мы преклоняемся пред тобою и всеславу и честь тебе воздаем потому что они твои по праву аллилуйя Господь мы так благодарны тебе за то что на том суде ты был судим и пошел дальше висел на кресте а там кричали сойди за креста если ты Божий сын а ты знал что ты Божий сын и ты совершаешь великое избавление человека и человечества от вечной смерти и мучений и ада слава тебе мой Иисус наше сердце преисполнено благодарности тебе славу и честь воздаем отец сын и дух святый аминь аминь и и и ис่ир извин и Term